22-й день хабаровских протестов прошел под проливным дождем. Несмотря на это, на улицах и площадях прекрасного Хабаровска было несколько тысяч человек. Цифры, конечно, разнятся. Официальные органы внутренних дел говорят о 3,5 тысячах, 6,5 тысячах. Неофициальные счетчики говорят о нескольких десятках тысячах. Но так или иначе, несмотря на проливную дождь, хабаровщане опять на улице города, который стал политической столицей современной России. Политической столицей, конечно, в смысле именно политики, которая формируется и вершится народом. И уже мы, казалось бы, все рассказали про хабаровские протесты. Уже туда съездил шнур. Уже мы выразили поддержку хабаровскому протесту. Эта поддержка стала частью нашего самосознания. Уже мы поиздевались, как могли, над Врио Дегтяревым, который, на мой взгляд, сознательно демонстрирует такой публичный идиотизм для того, чтобы хабаровчане испытывали к нему еще большее отвращение. И, пользуясь этим отвращением, Дегтярев еще больше взял под свой контроль управленческие кадры Хабаровского края, которые еще при Сергее Фургале хоть как-то ощущали себя связанными с улицей, связанными себя с народом. А сегодня все больше и больше ощущают себя просто зависящими от воли в Рио Дегтярева, хвастающегося своим домиком за 100 миллионов, полученным за участие в спектакле московских выборов. И вообще, как так, вальяжно разглагольствующего о грузинских шпионах и о том, что хватит кормить голубей. Что еще нам говорить про хабаровские протесты? Мне кажется, осталось самое важное. В чем их политическое содержание и как они закончатся? Я уже поднимал эту тему. Но вот, дорогие хабаровчане, дорогие жители России, неужели только судьба Сергея Ивановича Фургала, который, конечно, мы внимательно смотрим на его судьбу и сочувствуем его борьбе там за свое оправдание, за против, значит, обвинения, которые ему выдвинуты, являются сутью и содержанием того, что происходит в Хабаровске? Если правда, завтра фургала освободят или, допустим, жестко еще жестче посадят или еще что-нибудь произойдет, то неужели все прекратится? И только ради этого и тогда московские пропагандисты смогут говорить, ну вот видите, мы же вам говорили, они просто за фургалы выходят. Или мы чего-то не понимаем, или нам что-то не договаривают, ни официальные медиа, ни сетевые медиа. Да, мы видим лозунги, которые традиционны для всех митингов против современной власти. Долой путинизм, надоел, уходи и так далее, и так далее, и так далее. Но дальше что вслед за всем за этим? Требования отдельных преференций Хабаровскому краю? Ну вот появилось сообщение о таком проекте закона, о том, чтобы губернатор был только Хабаровск. Он, естественно, этот закон не пройдет. Уже сказали, что только фракция может подавать, фракция не обсуждалась, поэтому Емельянов поторопился со своим законом и так далее, и так далее, и так далее. Тем более, что по некоторым оценкам он противоречит 184-му федеральному закону, принципу организации исполнительной власти и тому подобные вещи. Тут борьба очень казуистическая и юридическая. Но просто вот Хабаровск, конкретный вопрос, что является целью этого важнейшего народного движения, которое мы с таким восторгом и с такой поддержкой наблюдаем каждый раз на экранах своих компьютеров. Просто появилась точка протеста, где, как говорится, с которой власть не может справиться, в отличие от Москвы, где она может все это окружить росгвардейцами, щитами, дубинками и, значит, разгонять людей и потом их арестовывать по одиночке или что-либо еще. Важный вопрос. Системные партии, так называемые, ЛДПР открыто предала, а другие партии типа КПРФ или Справедливая Россия или другие помалкивают, никак в этом не участвуют. Потому что понятно, на кремлевском уровне, на уровне большой федеральной власти сказано, если вы будете в этом участвовать, у вас будут большие проблемы. Лишний раз проблем никто не хочет, потому что никакая федеральная партия все это не организовывала и за этим не стояла. Протест носит сугубо характер местного сопротивления, произволу и беззаконию, идущему от федеральной. Да какая она федеральная? От неоимперской московской вертикали власти? Как это будет развиваться дальше? Разовьется ли на основе хабаровского движения какое-то новое общественно-политическое движение? Понятно, что оно пока не может принимать участие в выборах. Я беседовал сегодня с представителем движения СтопШИИС, и, кстати, ШИИС передает огромный привет хабаровчанам, тем более, как мне рассказал Олег Мандрыкин, скоро интервью смотрите с ним на моем ютуб-канале. Это кандидат от ШИИСа, который, предполагается, будет участвовать в выборах губернатора Архангельской области. Хабаров-то он родом был из Архангельска, поэтому связь между Хабаровском и ШИИСом, она практически прямая. Он был родом из Котласа, это недалеко от ШИИСа. Так вот, допустим, в Архангельской области 60 партий. Практически ни одна партия не решилась поддержать, оформить политический протест СтопШИИС. Только яблоко предоставило Олегу Мандрыкину возможность выдвигаться в губернаторском, значит, в борьбе за губернаторское место. Еще Мандрыкиной и не допустят, скорее всего. А в Хабаровске, как дальше будет развиваться политическая организация? Только одними улицами жив не будешь, только одним кормлением голубей протест тоже, как говорится, сам себя может пережить. Важный вопрос. У меня на этот вопрос нет пока ответа. Я хотел бы услышать голоса хабаровчан, я хотел бы понять, что вы думаете на эту тему. Но мне кажется, что вот этот вот протест местный против произвола крупного олигархического государства, местные опирающиеся на органы народовластия, на самосознание, на достоинство людей, против олигархического государства, которое опирается только на жадность, на гордыню, на властолюбие и на силовую мощь тех, кто защищает интересы крупного капитала, этот протест должен как-то политически оформляться. Если будут соображения, говорите, высказывайтесь на эту тему. Мне кажется, что пришло время. Пришло время двигаться вперед, двигаться в будущее нашей страны. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки и, конечно же, привет тебе, дорогой, прекрасный, восхитительный, народный, революционный Хабаровск. Не сбавляй темпа. Мы рядом, мы вместе с тобой.